Я приветствую всех зрителей моего канала. Сегодня я буду вышивать вот такую звездочку. Заранее я звездочку перевела карандашом на жесткий фетр корейский 1,25 толщиной. Я тут показывала видео. Купила такие иголочки пони и нить. Шелковая нить американская Eslon D. Вот сегодня я хочу их попробовать на деле. Еще не сказала. Размер шаблона 4 и 4. 44 миллиметра. Край обшивать я буду вот этой конетелью жесткой. 1 миллиметр никель. Очень нравится мета цвет. А звезда вообще у меня будет двухцветная. Черно-серая. Редактор субтитров А.Семкин Я во всех своих видео говорю, что когда обшиваете конетелю, стараетесь иголочку выводить рядом с конетелью, чтобы потом, когда будете вырезать, не повредить нить. Редактор субтитров А.Семкин Когда дошли до сгиба, ноготочком задерживаете конетель, зажимаете и сгибаете. Также дальше продолжаем обшивать. Пять концов этих вышью я пайетками. Четверочка у меня черная и серая, серебристый цвет тройки. Были бы у меня черные троечка, я бы вышла, конечно, два, допустим, конца серебристым и три черным или наоборот. А так как у меня черных нету троечки, поэтому я решила так. Два конца вышью двойными пайетками, то есть черная четверка и серебристый троечка, и три просто черными. И вот эти вот места потом соединю троечкой с серебристым цветом. Здесь я хотела сразу цепочку пришить, приклеить, но мне не понравилось, потому что звездочка небольшая, смотрится некрасиво. Продолжение следует... 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 Сейчас хорошо держится. Так, ну вот сюда я пришью, вот сюда я серые пришью, сюда я пришью черные, черную жемчужину. И она у меня будет 6 миллиметров. Это у меня жемчуг сваровский, черный и серый. Так, сюда я тоже пришью черный, только поменьше, уже 5 миллиметров. Как бы хочу создать контраст. Здесь вот черным, обшито пайетками, жемчужина серенькая будет, а здесь сереньким и наоборот. Как бы это моя такая задумка. Так, сюда я, это у меня пятерочка. Шестерочки, к сожалению, у меня нету серый. Да что-то немного попасть. Так, сюда тоже пятерочка. А сюда я опущу две четверки. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Возле кристалла я немножко создам объем из бисера с пайетками с троечкой. То есть набираю на иголку бисерину, пайетку, бисерину, пайетку и бисерину. И ввожу иголочку рядом, откуда у меня иголочка вошла. То есть получается вот так. То есть получается вот так. иголочка вышла. Так, здесь тоже я так сделаю. Так вот так, еще одну бисерину. Так, здесь можно два сделать. Так. 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 Ну, одной хватит. И вот здесь. Так. Так. Ну, одной хватит. Сольем. Закрепляю нить, чтобы моя воздушная петелька не рассыпалась. Так. Дальше я обошью жемчужины. Пять недели. Так. Ну, вот этот у меня трунсал. Полтора метичное серебро. Примерно сантиметра я его обрезаю. Так. Сейчас я вот эту жемчужину. Примерно будет вот так. Так. Эту я тоже обошью таким же цветом. Только мне надо покороче. Это примерно 0,8 миллиметров. Так. И вот сюда она у меня пойдет. Вот. Ой. Все. Видите, как она зацепила. И я ее испортила. Мне пришлось заново обрезать нить, потому что нить испорчена. И канитель-то испорчена заново. Отрезала такой же кусочек. Я так думаю, что я его не одела до конца на нить. Так я поэтому испортила его. Вообще, с канителью надо очень аккуратно. Коварная штука. Так. Вот так вот будет. Вот. Потом вот эту серенькую. Я обошью черной канителью. Также танцал черный. Подписывайтесь на этотσεк. Подписывайтесь на этот случай. Так. Теперь снова обычная бразделочка. Вот так вот. Вó�� notes до конца. И затем снимаем их есть. Нормining цветы с маркеткой. Прошу застанок. Здесь мы видим тестерпес norm�à. Норм bunu forward hacer. Видите, она выскакивает, как я не раз говорила, что ее всегда закреплять надо. Но я там не закрепила, потому что слежу за этим. Вообще всегда закрепляйте. Вот эту черную тоже обошью. И теперь все, что осталось у меня, фетр не закрыт, я прошью вот этим бисером. Вот такой блестящий, как раз что мне надо под мою новогоднюю брошь. Бисер я буду пришивать в хаотичном порядке. Видите, он так красиво переливается, сверкает. Это я его купила, вот как раз, когда купала пайетки эти итальянские. Бисер миюки, по-моему, и вот этот сотовый. Написано было японский, вообще он чешский, с обработкой какой-то там мне сказали. Ну, красивый. Ну и так вот я все ее обошью, все вот эти свободные места. Вот сюда и сюда я тоже пришью эти воздушные петли. Из бисера и пайеток. Три бисерина, две пайетки. Дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, это все. Сейчас я ее обрежу. Хотя нет, я, наверное, еще украшу трунсалом вот эти, чтобы поярче выделить. Вот эти жемчужины. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Думаю, хватит. Сейчас закреплю нить. И вырежу в миллиметре от канители. На кусочек картона я перевела свою брошь и прочертила черту на 2 миллиметра меньше, по которой я буду вырезать. У меня японская булавочка 25 миллиметров. Я ее сначала приклею на картон, а затем пришью... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, то, что она запачкана... Продолжение следует... Это ничего не значит. Это все закроется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это у меня кусочек кожзама. Я отмечаю с обратной стороны застежку. Вот эту дырочку я вырезаю побольше, а другую побольше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас маленько обсохнет и я вырежу вровень с фетром. Вот так. Обшивать край куши я буду, но я часто этим бисером обшиваю. Я 087, чешский бисер, десяточка. Он прозрачный, а серединка серебристая. Я его серебристый зову. Значит, отступаю от края где-то 2 миллиметра. Провожу иголочку. Оставляю хвостик где-то 6-7 миллиметров. Иголочку ввожу в эту же дырочку. Слегка стягиваю. Нанизываю бисерину и ввожу иголочку в эту же дырочку. И бисерину продеваю снизу вверх. И слегка стягиваю. Отступаю от предыдущей дырочки, примерно расстояние равное от края. Иголочку ввожу иголочку. Не попадите в пайетку. Я вывожу иголку, стараюсь перед, ой, за канителью всегда. Я вывожу иголочку. и так далее по кругу но вообще я наверно переделаю мне не нравится ниткой мне нравится муна нитью больше смотрите я прошила такой же кусочек только муна нитью я специально не убрала я могла из своего фильма убрать то что начала нитками обшивать теме специально не убрала пускай будет чтобы вы видели разницу но о чем прошивать судить решать вам мононить я всегда обшивала вот такой 0 20 миллиметров в одну нитку и 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 так далее по кругу такая звездочка у меня получилось мне нравится красивая переливающаяся как и было запланировано новогодняя звездочка свое название она оправдывает так она выглядит с обратной стороны так размер шаблона я замеряла 4 и 4 было да а сама звездочка получилось пять на пять такой хороший размер не большой не маленький очень красиво смотрится нарядно так это брошки я хотела остановиться на иголках это вот я сегодня вышивала новой иголкой пони я не знаю чего это качество и чё производство иголка мне понравилась дырочка хорошая размер хороший но тоже гнется гнется она так же как вот эта гамма но гамма чем хуже этих иголок во первых как бы и дороже она здесь меньше иголок пять там десять и гамма дороже в леонарда и приобретала но здесь очень сложно продевать мононить в эти иголки а эти иголочки как бы хорошо продеваются и нити и мононити но они сильно ломаются я последнее время пока вот эти пони не купила вышивала вот этими иголками много переломала уже так что принципе иголочки мне понравились там не задавали вопрос какими иголками я вышиваю я конечно отвечала но вот эти вот я это когда закончится и обязательно такие же выпишу если не найду лучше если никто мне не посоветует в комментариях может кто-то посоветует что лучше иголочки есть вот и все что я сегодня хотел рассказать показать если понравилось мое видео подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки это очень приятно когда пишут комментарии читать не зря труды труд конечно я хочу сказать что не из легких вышить брошь тем более на камеру ну и все всем всего хорошего до свидания но